Здравствуйте, Сергей Лялин, директор агентства Сибонс, Россия. Скажите, вот здесь довольно много было про ВДП, но совершенно не было про другие потенциальные сегменты бандового рынка, куда частные инвесторы могут инвестировать. Например, в России за последние два года очень активно вырос сегмент так называемых высокодоходных облигаций. То есть это то, что дает, условно говоря, премию от 5 до 10% пунктов госбумагам. Есть ли перспективы в ближайший год-два формирования подобного сегмента здесь в Украине? Я думаю, что перспективы есть. Мы приняли всю необходимую нормативку и законодательство. Не все еще законодательство, но много уже приняли нормативки и частину законодательства, что дает возможность людям здействовать публичную пропозицию ценных паперов, включая корпоративные облигации. У нас уже есть один, готовится еще один публичный выпуск. То есть, раскрытие информации цими имитентами и качество имитентов однозначно будет. Сейчас, когда мы приймемо 9035, это про рынки капиталу и организованные рынки, там есть часть про защиту прав кредиторов и, в частности, корпоративных облигаций. То есть, что-то на кшталт, как это существует в Евробандах, где существует бондхолдер комитет и так далее. То есть, эта вся конструкция будет имплементована у нас в закон. Это даст возможность однозначно подвищать захист интересов инвесторов в корпоративные облигации. Мы помнимо, что это была одна из самых больших проблем за последствием кризиса 2008-2009 года, где властники просто оставили пустишки компании, и властники облигаций оставилися ни с чем. То есть, как раз этот момент будет регулирован, поэтому снижение ставок на ОВДП однозначно даст возможность таким имитентам выходить на рынок. Спред они однозначно будут обязаны платить, потому что профиль риска будет разный. Поэтому мы очень позитивно налаштованы на то, что наступной хвилею развития рынка капиталу это будут корпоративные облигации.